И продолжим. Губернатор Борис Дубровский поддержал разработку челябинских ученых. Они по спутниковым снимкам создают карту сельскохозяйственных угодий. По ней можно понять, где земли простаивают, а где обрабатываются незаконно. Проект в главе региона презентовали на приеме граждан и попросили помочь в его развитии. С какими еще просьбами обратились южноуральцы губернатору, расскажет Егор Хвисюк. На листе стандартного формата А4 множество пятен и линий в разных оттенках серого. Валентина Максимова объясняет, это снимки с космических спутников. Пятна это сельскохозяйственные земли. На следующем листе часть из них обведена. Это те поля, которые сейчас обрабатываются. А здесь зеленым закрашены участки, официально имеющие статус земель сельхозназначения. Зеленые и желтые озоны совпадают не всегда. Если снимки соединить, понятно, где участки возделывают законно, а где нет. Уже три года Валентина вместе с коллегами создают цифровую карту сельхозугодий Октябрьского района. Сколько каждое поле содержит гектар, его конфигурация, его геобазические координаты, чтобы было просто найти, мы видим. Поэтому легко в управлении, в каких-то управленческих задачах использовать данный инструмент. В преимуществах цифровой карты Валентина Максимова рассказывают губернатору Борису Дубровскому. Он проводит прием граждан. Система, объясняет эксперт, помогает определить, где сельхозработы идут незаконно, а где наоборот угодья простаивают. Первое, позволит пресечь нелегальный бизнес. Второе, ввести в оборот больше полей. А это одна из задач, которую глава региона ставит перед агропромышленной отраслью. Валентина просит помочь в развитии проекта. Нужно финансирование. Борис Дубровский обещает поддержать разработку. Хотим данную систему масштабировать на другие районы, особенно сельскохозяйственные. Это юг Челябинской области, для того, чтобы выявлять несанкционированную обработку земель сельхозназначения. Рашид Хакимов тоже ученый, только экономического профиля. Но с губернатором Борисом Дубровским обсуждает вопрос более приземленный. Просит помочь в газификации деревни Акбашево Аргаяшского района. Голубое топливо населенному пункту просто необходимо. В первую очередь для отопления социально значимых объектов, двух школ и детских садов. А само сельское поселение очень быстро растет. За последние пять лет было одобрено более семи сотен заявок на индивидуальное строительство. Мы сможем котельную поставить, локальную, одобрение, организовать школы, садики, что там есть еще в клубе. Надо сходить из этой логики, что двигаемся к социальным объектам, и параллельно будем рады, если ее жители будут подключаться. Прокладывать трубы к деревне начнут до конца этого года. Следующей в приемную заходит Надежда Вараксина, жительница поселка Увельского. Губернатора просит обеспечить один из кварталов питьевой водой. Водопровода там нет, только колодцы. Но содержание железа слишком велико и может быть опасным для здоровья. Нужен водопровод. Ну, люди ведь разные. Кто-то пьет. Хотя и вода непригодна, но люди пьют. Все равно. Понимаете? А пить ее нельзя. Ну, некоторые рискуют вот так своим здоровьем. Просто рискуют. Хотя запрещают у нас. Санэпистанция запрещает. На просьбу пенсионерки губернатор Борис Дубровский сразу же отвечает положительно. На обеспечение поселка питьевой водой направят более 9 миллионов рублей в рамках программы «Чистая вода». Трубы проложат в следующем году. Обращаются к губернатору и с более личными просьбами. Предоставить путевку в санаторий для ребенка с неизлечимой болезнью. И выплатить единовременное пособие на лечение пострадавшей в ДТП в Турции девушки. Борис Дубровский поручает оказать помощь. Егор Хвисюк, Андрей Ярушев, ОТВ.